Окей, больше месяца назад в моей жизни случилось большого чуда. Бог очень сильно просто сделал невероятность, просто что-то невероятное было. В общем, у нас сломался чайник, и я хотела попить чай, и я разогрела воду в микроволновке. И когда я достала воду, вода полностью вся выплеснулась мне в лицо, это был кипяток. И у меня все лицо было в ожоге, и я думала, что это просто, я покажу себе дома первую помощь, и все будет в порядке, ничего страшного не случится. Но оно все больше и больше начинало болеть, и я просто не могла дышать от боли, мне было очень больно, и я не знала, что делать. И мама сказала, чтобы я шла в больницу. Мы пошли в больницу, но врача уже не было, и мне сказали идти в приемный покой. Мы пришли в приемный покой, и нам сказали, что врач еще не принимает, идите в больницу. Мы снова пошли в больницу, и все это время у меня ужасно красное лицо, оно полностью все опухшее. Но мне было очень страшно, потому что я не понимала, почему настолько сильно больно. И наконец-то, слава богу, нас приняли, меня посмотрели врачи, сказали, что нужно ложиться в больницу. В тот же вечер случился ожог, и через часа только 3-4 меня смогли принять врачи, и вообще что-то сделали со мной, с моим лицом. И большое чудо, что врачи говорили, что в больнице мне придется лежать недели-две, как минимум, чтобы ожог сошел. И потом еще месяц на восстановление лица пойдет. Но я пролежала в больнице неделю, и уже к концу недели у меня почти не было ожога на лице, потому что начал сходить. И я просто понимаю, что это реально слава божья. Несмотря на то, что, конечно, мы много денег потратили на лекарство, но я очень благодарна, что церковь меня поддержала в этот момент. Приезжали ребята с команды, меня поддержало женское служение, и мне звонил пастырь. И я понимаю, что это реально слава божья в моей жизни, потому что, когда я была маленькая, у меня собака укусила за лицо, и у меня шрамы есть на лице от укуса собаки. И я понимаю, что это реально, когда Бог с тобой, тебе вообще абсолютно нечего бояться. И когда был ожог, ну, когда я уже сидела в больнице, я понимала, что во мне нет страха, потому что я знаю, что если Бог делал чудеса тогда в моей жизни, то Он сделает и сегодня в моей жизни чудеса. Это действительно было чудо, потому что сейчас у меня нет следов от ожога. Хотя мне приписали второй степени ожог и сказали, что это будет хорошо, если ожога не будет. Но, скорее всего, что следы от ожога останутся. И просто врачи не понимали, почему ожог так быстро сошел, почему абсолютно ничего нет. И сейчас мне не хотят принимать врачи, потому что думают, что у меня нет была ожога, что я все придумала, что я хочу просто за страховки взять деньги. Но мы говорим спасибо Богу, что мы исцелены, что все в порядке и что действительно Бог работает в моей жизни. В первую очередь, она была в больнице, и она была в больнице, и она была в больнице. Она осталась в больнице, и она была в больнице, и она была в больнице. Но я чувствую, что это очень важно для меня. Я хочу поблагодарить Богу за мою жизнь сегодня. Факт того, что я жива сегодня. Потому что недавно я посмотрел на свою страницу в Фейсбуке. Я потеряла пару важных человек для меня. И я хотел посмотреть на их профиль. С некоторыми мы были уже как год в Фейсбуке, и их уже нет. И их страницы остались там как память. И я благодарю Богу за то, что я жива, и я могу делать что-то для Него. Каждый из нас может дышать, ходить. Я хочу выхать Богу за это. И другой день я была у стоматолога. И пока доктор лечил мои зубы, медсестра на то, что там делала. И ее лицо было очень близко к моему лицу. И я могла чувствовать ее дыхание на моем лице. И в тот момент я могла бы дарить Бога за ее жизнь. И в тот момент я могла бы дарить Бога за ее жизнь. Because if she wasn't there, I wasn't going to be able to have a nurse to care for my teeth. Потому что если бы не она, тогда бы у меня случились какие-то проблемы. Life is very important, and while we're still living, we can do so many things. That's today, it's very important for me to thank God for my life that I'm living. For the life of my leader who celebrated her birthday yesterday. For the life of the ladies in my cell group. For the life of the church. Each and every one of you are important to me. You've helped me in ways that you may not even know. Or maybe I have not told you before, but you guys are important. And I see every small thing that you do for me. And how God is using you. And I just want to say, God bless you all. Okay, praise the Lord. Guys. Okay, I want to thank God for yesterday. It was my birthday yesterday. And I'm so thankful to God for another year. And God has been faithful. Yesterday had me just reflecting on the goodness of God in my life. I'm not the person I used to be before. So I'm so thankful for the growth and what He's taking me through. And what He's still going to take me through. Praise God. And the service has not ended yet. So please keep your hearts open to what God is going to do today. Amen. Praise the Lord. This is my first time here, actually. I just want to thank God. On Wednesday evening, I lost a friend. Someone I saw Tuesday night. I lost him. I think he was playing board and then he slumped. But that's not where I'm going to. But I play ball almost every day. And I've never fallen down. Not even. Although even if I have injury, I'll just shrug it off and I'm back on my feet again. But I don't know. He just said he slumped. That got me thinking for a while. Like, I play ball every time. I do more strenuous things than he does. But he's no more. And I also want to thank God for a life well lived by him. I didn't meet him with any bad habits. I can say, okay, maybe I'll question where he is today and the rest. But I just thank God for everything in general. And I want to thank God for the kind of people he's surrounded me with. My older brother here. Brother Stephen. So, so. He's so, so amazing. So unique. So, I mean, so. Thank you very much. So, I don't even know what word to use. But he's so. Let me just put it. He's so cool. He's so cool. Yeah. He's so cool. And I also want to thank God for this church. Everywhere I go. I didn't expect I would come to Europe and still see churches like this. So filled with the spirit of God and the rest. But I just thank God it's like this. I thank God it's like this. Thank you very much. Thank you very much. Okay. Бог вас благослови. Я хочу благодарить Бога за то, что Он всегда со мной, и я это чувствую, потому что с каждым годом учеба, она все сложнее и сложнее. Учителя меняются, каждому нужно находить подход. Это очень тяжело, потому что у каждого свои требования, свой характер. Ну, человеческий фактор тоже, да, влияет. Есть любимчики, есть те, которых не особо празднуют, да. Вот. И на самом деле три музыкальных литературы, три викторины по 150 номеров, это было просто очень жестоко. На мой взгляд, все в один год, все учить. И, ну, я не совсем согласна, да, с программой, которую нам дают. Но Бог вообще настолько классно благословлял на протяжении всего года. И в этом году летние экзамены, сессия, да, этот месяц, он только для меня закончился, для меня только началось лето, было пять экзаменов. И две из них, это эти же самые музыкальные литературы. То есть 300 номеров музыкальной литературы, плюс устный ответ, плюс куча всего, куча всего. И, ну, нереально, такие требования просто жесткие. Когда ты сидишь и понимаешь, боже, если сейчас не ты, то никто. И я хочу благодарить Бога за то, что эти экзамены я сдала все хорошо, и нет ни одной тройки. И я благодарю Бога за это, что он располагал сердца преподавателей настолько, что я просто не понимаю, за что она мне сейчас ставит оценку. Просто у меня такое ощущение, что за красивые глазки. Потому что я понимала, что я учу, ну, я учу, действительно учу, но я понимала, что этого недостаточно. Что моего уровня, ну, недостаточно для этой оценки. Что, по сути, я ее не заслуживаю. Но просто настолько чудным образом мне ставили оценки в этом году на этой сессии, что я просто удивляюсь, насколько велики мой Бог. Благодаря Богу. Но она знает, что что она учула не достаточно для того, что она получила. И она просто благодаря Богу, потому что он мог сделать это для нее. Потому что большинство учеников были сложными. И, знаете, большинство из вас знают, как экзамены есть. И вы должны сидеть в front of your teachers. Поэтому она просто благодаря Богу, потому что она могла сделать ее академическое здоровье. Порщитые. 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 Слава Богу. Сейчас мы приглашаем людей, которые родились в Июле. Если вы знаете, что вы родились в Июле, пожалуйста, выходите наперед. Если вы знаете, что вы родились в месяце июль. Июльские ребятки, выходите вперед. Давайте будем приветствовать их. Вы appreciate it. Давайте помолимся за них. Возьмите Христа. Мы благодарим тебя. Messiah за них. effortless будет отрываться figuredothей. Appодействов diferença тебя входит в Kick Colonial에요. Savior, ваши листьła, Водwerk zerpp irgendeine с Абinsей. У�ar communist, ваш organise над летом. God is going to order your footsteps in the name of Jesus. И Prevention� М וע 재� attainment. q della why die you happy birthday to you happy Счастье, 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 счастье. Вы говорите нам имя и даты, как и даты. День, 31. Жюляй. Аллеуя. ММ, 22. Жюляй. 31, 2. Оскар, 15. 9 июля. 9 июля. 17. 16. Кеннед, 7. 7. Седьмое. Выйдите и можете привезти. Выйдите и можете привезти. Выйдите и можете привезти. Окей, и пастор Афонзо И рождение пастора 24 июля И Эстер 25 июля Пожалуйста, come on and celebrate with them. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Thank you very much. You see them after the service. Right now, without taking much time, we want to invite Sister Lida to pray for the children. Okay, Sister... Praise the Lord. We want to invite Sister Sivetlana to come and pray for the children. Please, the children should come out. Пожалуйста, чтобы она помылилась за детей. Аллилуйя. Слава Богу за наших детей. Все вышли, дети. И как обычно по традиции, приветствую Тимофея. Церковь приветствуем Сашу. Приветствуем Ваню. Ваня. Приветствуем Пашу. Данила. Мишу. Саша, присоединяйся. Тоже приветствуем Сашу, Эстерочку. И приглашаю всю церковь родителей помолиться, благословить наших детей. Аллилуйя. Господь, благодарю Тебя за этих благословенных детей. Спасибо Тебе, Иисус, что Ты наставляешь их. Ты благословляешь. Ты им даешь стопроцентное здоровье, Господь. Мы благодарим и славим Тебя, всемогущий Бог. Мы просим Тебя, веди их за крепкую Твою руку, чтобы они шли Твоими путями. И всегда радовались, благодарили и славили Тебя во имя Иисуса. Аминь. 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 к такому соседу, кого мы не знаем. So, you can't turn to your friend. Just turn to somebody else. Turn to that neighbor. Say, hi, neighbor. Neighbor, how are you doing? Neighbor, are you ready for the word of God today? Let's give God a round of applause, please. Okay, okay. I know that was for me. Thank you very much. Now, let's give God a round of applause, please. If you were not here on Wednesday, you missed a lot. When I mean a lot, I mean a lot. When I mean a lot, I mean a lot. But, but, don't worry. We'll be blessed today. Tell your neighbor, you'll be blessed today. Tell your neighbor, you'll be blessed today. Come on, tell your neighbor, you'll be blessed today. Before I invite someone very special to share the word with us, I would give him a very, very benefiting introduction. But before I do that, we just have something to share today. So, if you could indulge me for the next two minutes, let's open our books to Galatians chapter 5, verse 24. Galatians chapter 5, verse 24. Galatians chapter 5, verse 24. If you're there, shout amen. I'm not saying it's shown on the screen. If you're there, if the Bible is already there, shout amen. Let me read because of time. And day that our Christ have crucified the flesh with the afflictions and lost. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. But let us not be disarious of laying glory and let us not provoke one another or let us not envy one another. Galatians chapter 5, verse 24. Amen. This is the first Sunday of July. And this is also the first Sunday officially of the summer vacation. Some of you have been dreaming about this time for a long time. For students, no school. Woo! No school! For those of you that are working, most of you like to take vacation at this period. Go to Odessa. Go to Lviv. Some of you, you dare to go climb mountains, Ascapati mountains. Some of you are not so, you know, outgoing, but Yansk is enough for you. But either way, summer has started. It's very hot. 32, 34. Well, I just want to remind us of something as we are using these next two months to relax. As we are using the next two months. Please tell me, turn, enable. Keep the fire burning. Keep the fire burning. Most of you that don't know this, I recently lit my flat on fire. Yeah, yeah, yeah. Go on, trust lady, trust lady. I actually lit it on fire mistakenly. Amen. And I was actually cooking and I forgot I was cooking. Please don't come back and after this episode tell me anything. I've lent my lesson. But today I want to talk about keeping the fire burning. Sometimes when we rest from things we do we tend to forget who we are. It's just like a knife that is used to cut. If we leave it outside without cutting anything for a long time, it becomes dull. Or a medical student that has not opened a textbook in two years and you give him an exam to write. He probably will not know the difference in where the bone is or where the nerve is. He probably will not know the difference between where the bone is or where the nerve is. I want to encourage you this time to please do not forget who you are, where you come from. Within the next week or next two weeks most of you are traveling. Some of you forever. Some of you just for the next two or three months. As you go, be the fire in that wilderness. Be the fire. Resist the urges. Stand firm. You might stand alone. But be the light that shines. Do not look at the crowd for the people, others. Do not follow the crowd. Stand outside the crowd. Stand outside. This is a time to rest, I know. But there is never a time to stop growing. I pray that God sees us through this time. I pray that God gives us wisdom to use this time. I pray that we do not waste this time. In Jesus' name. Amen. It's my privilege to welcome to the stage Pastor Daniel from Ecclesiastes Church. A round of applause as they come from. Ecclesiastes Church. Amen. Good morning, everybody. Looks like you just now woke up from your bed, maybe. Say good morning this morning. Good morning. Good morning. Say praise the Lord. I'm absolutely delighted to be in your midst this Sunday. Oh, you've changed. Some sudden things happened, right? I miss Pastor Alfonso as he went to other part of the country, right? Wednesday, he was here. and this afternoon around four o'clock we got to leave Zafrosie. Сергей, можно, если возможно, громче сделать монитору? И сегодня в четыре часа будем уезжать уже. I have to back my things and I have to get out of Zafrosie. И мне нужно будет уезжать сегодня в соответственных полдень. So I don't want to keep too long. Поэтому я не хотел бы долго задержаться. I was on radio ministry for four years. Я был в служении four years in the 90s. And that radio program my message it was eight minutes. The whole program was 13 and a half. My message was just eight minutes. And since 2001 I was on TV and recently we started our live streaming on YouTube also. I encourage our Indian Telugu friends to go on Ecclesia Full Gospel Church. You can hit our YouTube site. And before coming over here you can follow us on YouTube also. Today if you can turn your Bibles to Psalm 102 I want to read verses 12 and 13 but you O Lord sit and thrown forever and you will renown and dudes through all generations and you will arise and have compassion on Zion but it is time to show favor to her the appointed time has come. Today we are going to partake in the Holy Communion because God has shown His grace upon us. We know how we were born we know how we lived how we know how we went astray and how you know that God followed you and spoke to you convicted and finally saved you. So today we are going to remember the sacrifice He made on the cross where you can see God's grace at the fullest. The psalmist writes starts as psalm with a prayer Hear my prayer O Lord that my cry for help come to you. Many times we have life's challenges We go through some tough times and difficult times in our life That's why we pray That's why we pray So he started this psalm with prayer Praying unto God Crying unto Him for help And he forgot about God's awesomeness Yes, he forgot He started describing His distress from verses 3 to 11 He started describing all his problems When he was praying unto God If he see in verse 3 My days vanish like smoke I thank God my daughter Susan and also Shruti I thank her for them They graduated last week from Zafrosia Medical University I heard testimonies only from our brothers from different countries of Africa and from Ukraine but nobody from India So as the minister from India you got to challenge these folks So he writes if something goes wrong My daughter told some of the students their friends were failed in their exams If somebody that fails in the croc exam Anything may happen you got to repeat the year or you got to go home On Wednesday one of the sisters she shared her testimony I think she prayed unto God in the middle of the year she came and joined in the next year right next semester So nobody wants to waste the time If you do not have any purpose you will waste time God God has created in his image in his likeness and God has given everybody a purpose Everybody should live a purpose driven life If you do not have a purpose you will you will waste time If you have purpose If you have Jesus you will always have a purpose driven life And God's spirit will motivate you to live for his purposes Here Sam sees he started praying and suddenly he stopped the prayer in describing his problem Oh my God my days are just vanishing like smoke and he says my bones burn like glowing embers I'm losing my hair My heart is glittered and withered like grass and I forgot to eat my food When we have different kinds of problems When you have temptations and you have life's challenges and you have financial challenges and you have health challenges You want to share that stuff to somebody else I don't know about the men I don't know about the men but if it is women girls if they have a problem they will call their mother Is it not true maybe from at least for Indian Hello The telephone companies they give different offers unlimited talk time Some people waste time for using that unlimited talk time And some people they use the unlimited data for the junk of this world Unlimited talk time is not to be on phone forever when you sit in a Christian religion I know for sure you are in a religious mask you call yourself as a Christian but not having any purpose So this morning Psalmist he started his prayer calling upon his name but started describing all his pains and agnes and his distress But finally in 12th verse he started seeing all the things happening in front of him suddenly he has seen the Lord highly and lifted up on the throne We sometimes do that way right and problem becomes very serious then we look unto God Sometimes we try to deal our things by ourselves But Psalmist after describing all his agony pain and distress in his life finally saw the Lord on the throne hallelujah so if you are a true christian you always see God highly and lifted up you always see him on the throne you will see the awesome of God and then you will have your answer finally he figured out after describing all his distress describing all his problems finally he has seen the Lord and he says in verse 13 you will arise and have compassion on Zion our God is a compassionate God he shows compassion when God came in the form of Jesus Christ whenever he used to see the people suffering and he used to show compassion once one widow she lost her son lost her son and they're taking for the burial and people they're just mourning and crying and things like that Jesus Christ he was entering into that village in couple nine and she saw that widow mother and he stopped the whole burial procession and she had compassion upon that old woman so our God sees the things you see the things in a different way God sees the things in a different way he finally figured out that God has compassion on Zion Zion is the church Zion is these people that's what we are partaking and reminding his love that he has shown on the cross of the Lord maybe you are hurt in your life maybe you are going through the toughest times of your life today God is going to bestow his compassion upon you show his grace upon you so that he can come out from your stressful and painful life situations actually my focus verse is I think I told on Wednesday God's appointed time yes God's appointed time I told that God has an appointed time to show favor God has created this universe in weekdays in Genesis it was written there is a seed time there is a harvest time and Ecclesiastes he says we have time to eat time to sleep time to work God works with the timing God has promised Abraham the same promise he continued to Isaac and same promise he continued to Jacob that's why those three became the patriots of Israelites whenever they pray to God they shout and they pray to God of Abraham and God of Isaac and Jacob so what happened God has promised Abraham I will make your descendants as the sand on the sea I will make your children as a star in the sky and that promise should be fulfilled hello only Jacob has more children right he had twelve and one daughter from the twelve children they married they were blessed with children and when there was a drought during the time of Joseph actually Joseph you know the whole story what happened to Joseph Joseph was sent to Egypt ahead of the rest of the folk came to Egypt it took 430 years for Israelites to be in Egyptian bondage in Egypt 430 years 430 it can take just like that because to bless them in the number God God took 430 years and finally became the millions of Israelites and God delivered the people of Israel from Egyptian bondage you know all that story God works with the timing maybe you are suffering with a sickness God has a timing maybe you are doing your job waiting for a promotion even neighbors they are being promoted but you still remain in the same place and I say God has an appointed time even for the deliverance even for the healing even for the blessing if you can turn your Bible to 2nd Kings 2nd Kings chapter 25 verse 27 you can read it yes maybe in Russian Bible chapters this is 25 chapter 27 verse 2nd Kings chapter 25 27 and this is the last chapter right here we see one king his name his name is Jehoiakine he was in the prison for 37 years he was in the prison for 37 years see the year right 12 month hello and day 27 27 the right we can just write it you can say it at 38 years just 3 days less 38 years even those 3 days matters to the Lord 37 year 12 month 27 day what does this tell you God has an appointed year appointed month appointed day so today this man he was in the prison for almost 3 days last 38 years but God's time has come and he was released from the prison and his position was elevated in the time of he was a pagan king and rest of his life he ate at the table of the king I don't know about the jails in prisons in Ukraine the other day one gentleman came to me I'm involved in the presence ministry I'm ministered in American prisons I'm ministered in Indian prisons and wherever I go deliverance is in God's hand God if you turn to God and if you call upon his name and God